Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Городской дозор», ваш депутат, совместный проект городской думы и канала 16. И сегодня мы на округе номер 19. С нами депутат по данному округу Сергей Санжижин. Сергей Санжижин, привет. Петр Павлович, добрый день. Добрый. Сергей Саныч, где мы сейчас находимся, что это за адрес? И я так понимаю, здесь очень кипит работа. В 19-й год этот адрес Казамазово-7 стал самой активной частью нашего округа, потому что в этом году на доме проходит капитальный ремонт дома, осуществляется, и вместе с жителями дома реализован проект программы поддержки местных инициатив. Реализован, но, как вы видите, сейчас проходят финальные работы по благоустройству вертикальному, то есть работы все заканчиваются, и мы, самое главное, успели до снега все объекты сделать. Вопрос. Поддержка местных инициатив достаточно хороший областной проект. Что здесь в этом дворе было сделано в рамках этого проекта? Ну, смотрите, мы сейчас находимся с вами на уширении. Тут был сделан такой замечательный уголок, выполнен в советские времена. Жители очень просили его убрать, потому что он мешал для проезда специального транспорта. И не только. И жители не могли парковаться, и вот эта вот часть, она просто мешала на округе. Жители просили его убрать. В 18-м году они обратились с помощью разработать проектно-смертную документацию. Мы сделали ПСД, мы определили точки, потому что не только этот угол, были около подпорной стены. Также была сделана часть уширений, чтобы машины могли не только парковаться, но и была возможность для разворота. То есть проблема парковочных мест, так остро стоящие по всему городу, во внутриквартальных дворовых территориях, она здесь сейчас решена? Проблема по уширениям на каждом доме, в каждом дворе, я имею в виду, что на 25-м, на 29-м, на 7-м, сейчас те проекты, которые были сделаны, они выполнены. То есть за все время уже сделаны. То есть с 15-го по 19-й год сейчас выполнено 3 уширения на округе. И все уширения сделаны в рамках программы поддержки местных инициатив. То есть с каждым домом, с 25-м, с 29-м, с 7-м, все это дело проговаривалось, обсуждалось, и работы все были выполнены, сделаны. Большой Сергей Александрович за то, что вы помогли благоустроить наш двор. Все-таки, видите, у нас получилось и расширение проезжей. А помните, как все начиналось? И дополнительные места, да. Как это не со скрипом, но это еще раз говорю, благодаря активным только жителям дома. Да, как всегда, и недовольные будут, но тем не менее, все у нас получилось. Я думаю, сейчас туда дойдем, потому что мне очень интересно посмотреть на тот проект освещения, который вами был реализован. Я думаю, есть что показать. Проект освещения, да. Проект освещения был реализован в этом году. Благодаря, и большое спасибо, обеспечению ВНИЭФ, да, Румянцеву Андрею Вадимовичу, который поддержал данный проект. Было заменено 11 мачет освещения. Было поставлено новое оборудование. Но сейчас светло, но я думаю, вечером можно будет увидеть, как здорово засветился бульвар. И мы обратились в департамент городского хозяйства, чтобы вот эта вот пешеходная зона присвоила статус бульвара общественных пространств. И сейчас, в рамках благоустройства, нам уже легче будет содержать эту общественную территорию, потому что там также выполнена программа поддержки местных инициатив. Сейчас заменено освещение. А какие планы на 2020 год, мы с вами поговорим на бульваре. Да, пойдемте на бульвар. Ну, мы продолжаем нашу прогулку. Мы пришли на улицу Казамазова от полиции до 12-й школы. Сергей Александрович, расскажи, что здесь было сделано. Замечательный бульвар, который был начат реконструкцией этого бульвара в 2018 году. Полностью заменили асфальтное покрытие здесь. Но единственное, что не успел проект подойти именно по замене освещенности, плюс закупочные процедуры. Но в этом году удалось все это сделать. 11 новых мачт освещения, а теперь этот бульвар радует, освещает не только сам бульвар, но и, как просили жители, дорогу. Потому что безопасность детей, безопасность жителей на округе, это связано в первую очередь с освещенностью. Если мы посмотрим на этот округ, на эту аллею, на этот бульвар вечером, вы увидите, как здесь светло. Но если мы взгляд ведем в сторону магазина, в сторону улицы Музрукова, то увидите, там как на самом деле темно и не хватает света. И этот вопрос не хотелось. Хотелось бы еще на одну точку на твоем округе попасть. Это конкретно адрес Музрукова, 17. Пойдемте, пройдемся. Пойдем, пройдем. На самом деле, я считаю, что хорошо, что такие аллеи, бульвары организуются. Это, наверное, совместная работа с Андреем Ключевым. Да, это совместно шли, я говорю, в рамках этого проекта по транзитным линиям. То есть, вы смотрите, отсюда жители из новой части, с улицы Садовой есть некоторые, проходят или с верхней части, они по этому бульвару идут в сторону основной площадки. Идут на работу. Да, и каждый раз было обращение, что асфальт плохой, освещенность плохая, хочется, чтобы здесь было комфортно. Ну, вот, собственно, как бы пошли. Получается, что не только жители двух округов. Это, в принципе, сделано для тех, кто работает на основной площадке. Все, кто идут утром на работу и вечером с работы. Так, ну вот мы и пришли, я так понимаю, Музрукова, 17. Это замечательная площадка с мягким покрытием, травмобезопасным. Ну, зона воркаута. Еще один наказ жителей, говорит, у нас, говорит, есть все для маленьких. Все для маленьких. Все для маленьких. Но в 2018 году, когда это все дело планировалось, мы хотим, чтобы была площадка для занятий видом спорта. И как раз мы перешли к тому, что хватит делать вот эти вот площадки на основании. Так. Да, на песчаном, на ПГСе, как это. Ну, то есть все для маленьких это вот там. Это там, да. То есть здесь мы уже решили делать на травмобезопасном покрытии. Ну, то есть вито-порезиненное покрытие. Кстати, эти порезиненные покрытия сделаны рядом с городом, да. Это в технопарке. В технопарке, да. Производство в технопарке. И после того, как его положили там в безопасное покрытие, мы решили отказаться от каких-либо других видов покрытий на территории округа. Да, это стоит дороже, чем обычно. Но, опять же, есть механизмы программы поддержки местных инициатив. И те объекты, где строятся новые мафы или реконструируются, особенно детские, на 21-м доме, да, 21-корпус-2 сейчас реконструирован, в этом году поставлен новый маф, то сейчас этот новый маф уже сделали, ну, уже выложено, уже на травмобезопасной плитки. Воркаутная зона привлекает себе не только молодежь. Было лето, летом тут дети занимались, выносили музыку, занимались, бегали, прыгали спортом, но и очень хорошо привлекает ветеранов. То есть здесь также вечером приходят люди, чтобы поправить свое, потянуть свое здоровье, не поправить, потянуть, может быть, потянуть норму ГТО, кому-то что-то не хватает. Ну, да, да, да. Вот, занимаются здесь спортом. Ну, даже не спортом, занимаются здесь физкультурой. И получается, что даже с точки зрения каких-то вот транспортных вот этих вот всех маршрутов по округу, мы везде ушли, вот пришли к безбарьерной среде. То есть, если ты едешь на самокате, если ты едешь на велосипеде, то сможешь составить маршрут так, что тебе нигде не нужно будет слазить со своего транспортного средства. И, как говорится, получить удовольствие. Ну, это я на себе испытал, я знаю здесь некоторые маршруты. Значит, вы нам подскажете, для того, чтобы в 2020 году можно было уже... Велосипедные дорожки проложить? О, кстати, очень хорошая тема. Сергей Александрович, я знаю, Музрук-18 для вас это, ну, особенный двор, он самый большой, здесь проживает много жителей. И я понимаю, внимание очень большое ему, в первую очередь, уделено, но в том числе и остальные, как дворы, не забыто, как мы увидели сегодня. Вопрос традиционный, который я задаю всем гостям в своей передаче. Собираешь ли ты баллотироваться дальше в следующий срок? Есть ли какие-то планы и задачи для реализации на будущее? Ну, смотрите, собираюсь ли я баллотироваться на следующий срок, собираюсь. Надо получить поддержку жителей. Мы идем по линии партии «Единая Россия», поэтому в любом случае будет проведен праймерис. В любом случае нас будут на праймерис, будут согласовывать и выдвигать жители. Вот та работа, которая, тот задел, вернее, который положен был в срок с 2015 по 2020 год, он не должен останавливаться. Здесь мы начинаем, вернее не начинаем, а продолжаем. Ключевой задел, как я вижу, и по обращениям жителей, и по запросу жителей города, еще раз говорю, это город должен быть светлым. Мы сделали бульвар, но останавливаться на этом не надо. Поэтому есть такие темные зоны на округе, которые жители просто вообще говорят, нам нужно сделать, поставить здесь освещение. Освещение должно быть не просто мачта, освещение, хотелось бы все-таки какое-нибудь красивое, с привязкой к тому или иному объекту, возможно, что-то сделать. Возможно, с привязкой к общественным учреждениям, такие как детский сад, например, тоже требуется освещенность. Это очень важно. Планы есть, желание реализовывать. Да, конечно, мы будем работать. Будем работать, будем продолжать работать. Поэтому, еще раз говорю, если будут активные жители так же встречаться, так же выходить, так же писать, это еще только помогает в работе депутата. И чем больше активных жителей будет на 19 округе, да вообще просто активных жителей города Сарова, это помощь не только мне как депутату, Петру Павловичу как депутату, но и всему депутатскому корпусу. Это замечательное напутствие от депутата по округу номер 19 Сергея Саныча Жижина. Это была программа «Городской дозор. Ваш депутат» и я ее автор-ведущий Смирнов Петр. До встречи через две недели. До свидания.